Меня зовут Олег Гант, я главный редактор Теплицы социальных технологий сайта test.ru. Если вы не были, рекомендую зайти посмотреть. Если у вас будут вопросы по ходу презентации, вы можете их задавать. Если нет, вы всегда сможете задать, связавшись со мной или в конце презентации. Так вот, в один прекрасный день, примерно такой же, может быть чуть солнечный, к нам в редакцию, здесь в Москве, пришла наша любимая Лидия Аркадьевна. Вместе со своим любимым картом Тузиком, почему-то Тузиком, которого она носит всегда везде. И когда приходит Лидия Аркадьевна, это говорит о том, что у нас, если не проблемы, то, скорее всего, они в ближайшее время появятся. Лидия Аркадьевна женщина за 50, очень активная. И, в общем-то, свой путь в некоммерческую, в общественную деятельность, она начала с того, что начала собирать бездомных котят и раздавать их по своим знакомым. Когда это приобрело довольно большие объемы, и котят их стало так много, что их, в общем-то, негде было уже хранить, ее племянник посоветовал ей, сказал, что она немножко отстала от жизни, и что для того, чтобы автоматизировать этот процесс в какой-то мере, ей необходимо создать сайт. Она пришла к нам в свое время, спросила, что это такое, как создавать сайт, и мы ей даже помогли, рассказав и объяснив, как это настолько хорошо, что Лидия Аркадьевна сама создала сайт, а потом и зарегистрировала организацию под названием «Человек и кошка», в сокращении «Вропчик». Лидия Аркадьевна какое-то время пропала из нашего поля видения, и в один из прекрасных людей она приходит к нам с пирогами, с чаем и, в общем-то, с большим объемом времени, которое она намерена была провести у нас в офисе. Она пришла к нам с вопросами, в частности, у нее было 4 вопроса, и опять же виноват во всем племяннику. Племяннику 15 лет, парень уже программирует, продал несколько приложений на App Store, в общем, чувствует себя превосходно в свои 15 лет, и прекрасно пишет коды. И он ей сказал, слушай, бабуля, хватит таскать людей к нам домой, сколько можно проводить семинары в доме, вообще ты снова отстала. Он говорит, сайта уже недостаточно, что Лидия Аркадьевна ему говорит, не забывай, дорогой, что сам Билл Гейтс говорил, если у тебя есть сайт, значит, все в порядке, ты в интернете голова. На что он ей отвечает, что, в общем-то, было сказано это очень давно, и это высказывание уже давно устарело. Речь сейчас идет по-другому, и фраза звучит иначе, если у тебя есть онлайн-курс о том, что ты делаешь, значит, ты существуешь. Лидия Аркадьевна задумалась, а так как женщина она активная и стремящаяся познать новое, она пришла к нам и задала нам 4 вопроса. 4 вопроса на тему создания онлайн-курса. Первый ее вопрос был, зачем? Зачем мне вообще все это нужно? Зачем мне создавать онлайн-курс? Ну, понятно, ее племянник учится программированию исключительно через онлайн-курсы, Но ей-то зачем? Она делает доброе дело, раздавая котят, сейчас с помощью сайта, раздавая котят в добрые руки. Второе, она сказала, ну, предположим, я соглашусь под большим вопросом, предположим, попробуйте еще убедить меня, что мне делать дальше? После этого, она, соответственно, задает вопрос, который логически выстраивается. Ну, хорошо, мы все делаем, как правило, все идет не так, все ломается, все ругаются, некоторые даже бьют посуду. И что, почему происходит в нашем процессе, работа происходит не так. Ну, и последнее, а где нам, собственно говоря, искать студентов? Ну, создали мы онлайн-курс, ну, вот есть он в некоторых цифрах, какой-то там, тут ли в видео, то ли в бумажках, там, в текстовых документах. Где нам искать студентов? Мы решили ответить на все эти четыре вопроса Лидии Аркадьевны и объяснить ей все по пункту. Прежде всего, зачем? Лидия Аркадьевна спросила, ну, сколько семинаров вы провели два года назад? Она сказала, что у меня были деньги, мы провели примерно 25 семинаров в год. Сколько семинаров вы провели в этом году? Она сказала, что три семинара, так как доноры денег как-то резко перестали давать, и доноров-то у нее не так много, и по подъезду уже ходить собирать неудобно, потому что вроде как постоянно у людей, люди и так дают ей деньги. Но вот денег стало меньше, и по большому счету она ответила на один из своих вопросов. Мало того, что племянник сказал, что больше в своей комнате он семинары проводить не даст, да и денег стало меньше. Это был один из ответов на вопрос, зачем. К сожалению, возможности для того, чтобы привозить людей, я помню эти возможности, прекрасно проводились большие семинары, мастер-классы, либо мы ездили, либо привозили людей сюда. Сейчас, к сожалению, финансовые условия подобного не позволяют. Мы живем в условиях довольно жесткой экономии, все мы, я имею в виду, не только мы. И, соответственно, привезти людей, там 15-20 человек, и провести для них полноценный семинар, 3-5 дней, это скорее роскошь. Именно поэтому онлайн-курсы, и онлайн-курс в частности для Лидии Аркадьевны, решил бы проблему проведения семинара. По большому счету, ответ первый был, денег мало. Второй ответ, который мы дали, это возможность расширения образовательных возможностей для своих сторонников. Онлайн-курсы дают возможность создавать их постоянно, потоком, на различные темы, и таким образом расширять объем знаний, которые вы можете донести до своих сторонников, до волонтеров и до людей, которым ваша тема не безразлична. Именно это и было третьим нашим ответом. И еще один ответ, это, конечно, привлечение новых сторонников. Сайт – это замечательно. Он решает свои проблемы, информирование, привлечение, информирование сбора средств, если у вас есть установленная онлайн-лейка, и вы можете собирать деньги. Это различные акции, мероприятия и так далее. Но онлайн-курсы дают вам возможность рассказать о том, что вы делаете, научить людей где-то, где-то, где-то далеко, и таким образом распространить свои знания на географические территории. Порой это даже другие страны, не только соседний город или соседний район. Ну и последнее – это такая статусная вещь. Если у вас есть онлайн-курс, и вы рассказываете, и вы продвигаете его, это все-таки говорит о том, что вы довольно серьезная организация, это повышает некий статус вашей организации, и это, в общем-то, очень хороший положительный момент в глазах других людей. Ну, хорошо, говорит Лидия Аркадьевна, и чему я, собственно говоря, учить-то людей буду? У меня небольшая общественная организация, мы занимаемся проблемами помощи живого. Какие такие темы, какими такими вещами я буду обучать своих сторонников? Ну, мы говорим, Лидия Аркадьевна, вспомните тот сайт, который мы создали по вашему научению пару лет назад. Вы пришли к нам с такими же вопросами, долго не выпускали нас из кабинетов, с требованием рассказать, как я могу создать сайт. На базе этого мы создали вам онлайн-курс на базе ваших вопросов, как создавать, развивать и продвигать сайт. На сегодняшний день этот курс записалось 2655 студентов, это свежий скриншот, более 100 уже оценок на нем. И это была одна из тем, по которой онлайн-курсы создавали мы. Ну, давайте посмотрим, какие онлайн-курсы создавали другие общественные, я акцентирую на некоммерческие организации. Ну, к примеру, вот организации, которые занимаются журналистами, создали курс фото-журналистика, планирование документальных снимков в редакции. На сегодняшний день 615 студентов. Хорошо. Что еще? Яндекс.Новости. Эффективное продвижение новостного контента. Тоже онлайн-курс, созданный некоммерческой организацией. Что еще? Монетизация онлайн-СМИ. Тоже больше для журналистов. Но суть в том, этот курс еще не вывешен в официальный релиз. Он утвержден, но ожидает отмашки для того, чтобы его начать продвигать. Поэтому там пока нет ни оценок, ни студенты, только те, кто участвует в создании. Хорошо говорит она. Наверное, я создам курс, как приютить и воспитать второго котенка. Действительно, всех, кого я знал, многим уже раздали котов и кошек по России, пора браться за второй круг. Нужно объяснить людям, что второй котенок это не страшно, что второй котенок это радость, что жизнь со вторым котенком принесет вам только наслаждение и удовольствие. Хорошо, говорит Лидия Аркадьевна. Мы говорим, супер, Лидия Аркадьевна, убедили, ура, клево, классно, здорово, замечательно. Что дальше? Говорит она. Она задает свой второй вопрос, и я ее прекрасно понимаю. А дальше начинается работа. И работа включает в себя следующие задачи. Прежде всего, определиться с форматом курса. Ну что это будет такое? Что это будет за курс? Учебное расписание, как оно будет строиться? И здесь мы предлагаем Лидии Аркадьевне несколько вариантов. Это наши классификации, имейте в виду. В других, возможно, организациях, которые занимаются созданием курсов, она будет другой. Но вот мы для себя классифицировали создание онлайн-курсов по следующей схеме. Есть простой онлайн-курс. Он включает в себя лекции из каких-то простых слайдов, взятых из презентации. Очень редко звук, то есть какую-то лекцию, которую вы проговариваете. И в основном это тексты, документы, бумаги, сведенные в некий единую платформу. Это так называемые, скорее, цифровые курсы, нежели онлайн-курсы. У нас уходит на создание такого курса примерно 94 часа за один учебный, то есть за один час учебного контента. Сюда входит, разумеется, работа, связанная с координацией, с созданием технического задания. Сюда входят работы, связанные с упаковкой контента, с редактированием контента, с созданием дизайна курса вот всех этих заставок, единых слайдов и так далее. Второй курс, который мы предложили на выбор, это стандартный. Здесь все лекции сделаны в формате скринкастов. Туда входят слайды, аудио, какое-то визуальное оформление, разумеется, тесты, если система и платформа позволяют размещать тесты, ну и дополнительный материал. На создание такого курса на один час уходит 124 часа рабочего времени. Но это я вам все цифры даю по минимуму. По факту они, конечно, несколько увеличиваются. Ну и, давайте, выглядит это приятно. Теплица социальных технологий получила письмо от Лидии Аркадьевны Гури. Это первая лекция вступительная к курсу. Сиди Аркадьевны 63. Он относится к разряду стандартных, например, у нас такого будет детского стадия с многолетним стажем. Старший попал въезду уважаемый человек. К политике Лидия Аркадьевна была всегда не просто равнодушна, а иногда даже и скептична. Но при этом всегда пользовалась огромным уважением среди соседей, друзей и сослуживцев за стремление к локальным улучшению. Напротив дома Лидии Аркадьевны всегда цветущая клуба. А к подъезде чистота и приятно пахнуть лавандой. Несмотря на то, что к Лидии Аркадьевне часто приходят представители местной власти, а попасть в детский сад, в котором она проработала более 30 лет, считается очень почетно, Лидия Аркадьевна по любому неприятному поводу пишет письма на имя губернатора, мэра, а иногда и президента. Недавно Лидия Аркадьевна открыла для себя интернет. И тут она поняла, что теперь она может реализовать давнюю мечту. Создать организацию, которая одинаково бы помогала как детям, так и кошкам. Кошки. Помимо неограниченной любви к детям, Лидия Аркадьевна очень любит кошек. А кошки любят Лидию Аркадьевну. После смерти ее мужа в раннем возрасте, она завела себе кошку. Потом двух, потом трех. Как чрезвычайно добрый человек, Лидия Аркадьевна никогда не хотела ни топить, ни каким-то другим летальным способом избавляться от пушистых питомцев, которые вдруг у нее начали заводиться в большом количестве. И она начала пристраивать. Сначала кошек и котов получили все родственники. Потом родители детишек из детского сада. А потом пошло поездки. Лидия Аркадьевна, вручая своих котят, объясняла с тем, что кошки имеют лечебные свойства и делают всех счастливыми. Об этом она когда-то прочитала в журнале «Хозяйка» за 93-й год. Однако в какой-то момент пристраивать котят стало все сложнее. Особенно с учетом того, что, как и в любом нормальном городе, как кузнекция с пристраиваемым котят по знакомым достаточно высокая. Но интернет позволил Лидии Аркадьевне осознать, что ей можно не ограничиваться только знакомыми или клиентами детского сада. У ее ног весь мир. Так появилась Вологодская региональная организация помощи детям и котятам «Человек и кошка». Миссия «Вропчик» – соединять новорожденных бездомных котят с больными детьми. Результат работы – котята не топятся. А сеть проверенных знакомых развозит их по разным городам России, доставляя больным детям этих милых четвероногих друзей. «Без знания вашей широкой и глубокой личности вы, Лидия Аркадьевна, просто эксцентричная бабушка, впаривающая котят», объяснила ей 11-летний Петя Селевеста, мундеркинд и выпускник детского сада Лидия Аркадьева, который уже подрабатывает продвижением в социальных сетях. «Мне нужен сайт», – решила Лидия Аркадьева и написала нам в теплицу социальных технологий. Мы познакомились с ней, и на основе нашего опыта «Родился этот главный курс, как создать сайт и продвигать его». Это пример того, что мы считаем стандартным видеоуроком, и то, из чего состоят стандартные лекции. Следующий и последний в нашем списке – это продвинутый сайт. Это там, где лекции сделаны в формате видео, в различных форматах видео. Это могут быть спикеры, это могут быть записи профессоров, это могут быть записи преподавателей, интервью. В общем, все, что включает в себя видеоформат. Разумеется, эти уроки содержат скринкасты, аудио, презентации. При необходимости создается определенная анимация на базовых каких-то основных вещах и так далее. Тесты, документы, дополнительные материалы. Сюда уходит очень много времени для работы и 167 часов рабочего времени по созданию курса – это тот минимум, который мы называем. Выглядит это примерно вот так, но я не буду здесь проигрывать весь урок, только для того, чтобы показать вам немножко для многих рекламодателей методы и словно-монатизации, которые вы почерпнете в этом курсе, а также продукты, которые вы создадите на их основе, будут чем-то непонятны и, возможно, неясны. Давайте вспомним, что мы обычно предлагаем рекламодателям. Ну и так далее. Здесь идут слайды, здесь идет анимация, здесь идут какие-то скринкасты и так далее. Хорошо, говорит Лидия Аркадьевна, готова сделать сайт по номер 2. Нормальный, стандарт. На будущего, наверное, пока не готова. Кто на всей этой музыке работать будет, спрашивает она. И вопрос вполне логичный. Кто в организации, и вообще, может быть, не в организации, будет этим всем заниматься? Мы и говорим, вы и ваши сотрудники. Это наш первый ответ. И это вариант. По принципу, все делаем сами. Сами вяжем, сами пляшем, песенки поем. Это вот примерно я описал нас, теплицу. Это наши танцы с бунами. То есть, мы предлагаем ей, как вариант, вы можете заняться этим самостоятельно. Для того, чтобы заняться этим самостоятельно, вам необходимо будет обладать некоторыми знаниями, о которых мы поговорим чуть позднее. Следующими людьми, следующим, кто может заняться вашим сайтом, это привлеченные эксперты. Ну, такие, как мы, или другие организации, есть целые компании, которые занимаются созданием онлайн-курсов. Но, в идеале, разумеется, выглядит это вот так. То есть, вы нанимаете некую компанию, которая вам создает эти супер-герои. В реальности, наверное, мы видим их вот примерно как вот так. Для нас сторонние компании, они примерно вот такие. Но, правильным ответом, конечно, будет вы и привлеченные эксперты. Создание онлайн-курса без вашего активного участия невозможно. И если, неважно, кого вы наймете, каких прекрасных технических специалистов, они все равно не будут в курсе того, чем вы занимаетесь. И всех нюансов вашей деятельности не узнают. Поэтому, на ответ на вопрос, кто этим будет заниматься, вы и привлеченные эксперты. Здесь начинается самая интересная бумажная работа. Обычно эта тема как-то обходится. Но я лично, как человек, который отвечает у нас за это дело, отвечает у нас за это дело, за мои курсы, хочу соцсетировать внимание, что бумажная работа на этапе создания, на этапе формирования самого курса очень важна. Что она в себя включает? Всего два пункта, на которые вам необходимо обратить внимание. Это техническое задание, в котором описывается, что такое онлайн-курс, и договор. Именно техническое задание является ключевым моментом, так сказать, дорожной картой, по которой и будут создаваться ваши уроки, и вообще в целом сам онлайн-курс. Техническое задание. Здесь всего я вынес 5 пунктов сюда. Их на самом деле значительно-значительно больше, но я хочу, чтобы у вас было представление, что мы предложили Лидии Аркадьевне перед тем, как приступить к созданию ее курса. Это описание, что это за курс, по какому уровню он сделан, сроки выполнения работ, где эти работы будут выполняться. Это очень важный момент. И там дальше пошло. Термины и понятия. Что такое онлайн-курс, что такое урок, что такое аудио-урок, что такое видео-урок, что такое скринкасты. По каждому пункту идет описание. Сколько уроки длится, сколько времени будет длиться сам курс, и так далее и тому подобное. Довольно такой серьезный многостраничный документ, который регламентирует все шаги создания курса. Это очень важный элемент. Он нужен вам для понимания, где вы и что вы будете делать. И он нужен разработчикам и создателям для того, чтобы понимать, что им необходимо сделать со своей стороны. И это документ, который разрешает очень многие конфликты по ходу дела работы. Хорошо, сказали вы. Мы определились. И Лидия Аркадия сказала, мы определились, все клево. А где это все размещать? Ну, на сайте у себя мы не сможем. Где, как вот у нас, вы сдаете нам 52 видеолекции, 52 видеофайла, 32 теста, 15 дополнительных материалов, описание курса, фотографии, слайды. Куда все это ставит? И перед вами, и перед ней, соответственно, возник вопрос, на каких платформах размещать эти курсы. Но при этом так, чтобы эти курсы были доступны большому кругу пользователей. Не только у вас в городе, и не только тем, кто работает непосредственно с вами. Поэтому мы рекомендовали ей несколько платформ, которые она может использовать. Мы сами используем и рекомендуем, если вы хотите, чтобы ваш курс увидели многие, 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 и его можно было продвигать, платформу Udemy. Udemy или Udemy, кому подняется. Это YouTube для онлайн-курсов, если упростить задачу. Сюда можно загружать, это бесплатная платформа для всех. Сюда можно загружать все свои онлайн-курсы, видео, аудио, выстраивать их в единый стандарт, в единую форму, и очень красиво, в визуально понятном виде представлять своим пользователям. Есть платформа, которая называется Canvas LMS или Instructure. Она делает примерно все то же самое, что Udemy, но она рассчитана на закрытые системы, то есть на закрытые организации. Если вы хотите, чтобы ваш курс видели только люди, которых вы приглашаете по ссылке, сотрудники вашей организации или ограниченные лица, то Instructure Canvas, это идеальная платформа для того, чтобы размещать курсы. Базовая функция там бесплатная. Есть еще такие платформы, как ChefSkills. Это платформа, куда складывается большое количество курсов. Здесь их можно продавать, предлагать бесплатно. Но проблема даже не в этом. На самом деле платформ или так называемых LMS-систем, их более 40, вот ходовых самых, более 40, и вы можете выбрать любую, на которую у вас есть время, средства или деньги, и, разумеется, выбирая ее в зависимости от целей, которые вы ставите перед курсом. Привлечь людей, создать что-то внутреннее для внутреннего пользования. Вот сказали мы, лидер, выбирайте, пожалуйста, что вы хотите. Третьим этапом и кричным вопросом – это работа. То есть после того, как все мы определились, что мы хотим, определились с курсом, с тем, как это будет выглядеть, мы говорим, приступаем к работе. И вот здесь начинаются проблемы. Первая проблема. Первая проблема, которая является самой большой, и которая возникла у нас для создания, при работе над курсом для лидер-конечности, это слишком много людей задействовано в этом процессе. Причем слишком много людей задействовано со стороны заказчика, со стороны НКО. У каждого сотрудника в НКО есть свое мнение, как должен выглядеть курс. Даже несмотря на то, что техническое задание уже оформлено, все это уже прописано. И эта проблема в неправильности подхода в том, что НКО начинает пересматривать все свое видение. Ах, мы не досчитали что-то здесь, мы не додумали, нам надо добавить, нам надо пересмотреть. В результате, как только начинается работа, происходит просто-таки разброс мнений. К примеру, у нас по правилам со стороны НКО должен выступать один человек. То есть этот человек должен быть связующим звеном между организацией и нами. Как правило, такого не происходит. Вот сейчас мы делаем курс, я не буду называть какой, для кого. По техническому заданию у нас там один человек, с которым нам выдает все замечания, комментарии и прочее. Аккумулируя их у себя в редакции от большого количества людей. По факту оказалось, что у нас пять человек. Пять человек, у каждого свое мнение, свое видение. И это настолько замедляет процесс создания работы над проектом, что просто сложно сказать даже. Это не то, что речь идет о неделях, речь идет о месяцах замедления процесса. Потому что каждый урок просматривает пять человек, каждый урок переделывается по нескольку раз, потому что кто-то чего-то забыл, кто-то чего-то не сказал. У начальника одно мнение, у заместителя другое. Они не могут найти общий язык. И это происходит абсолютно как фония звуков, идей и изменений. Так вот, мы говорим о Лиде Аркадьевне, слишком много народа. Следующая ошибка, по которой курсы создаются не очень правильно, и мы говорим о Лиде Аркадьевне, есть законы. Законы из жанра, как создаются онлайн-курсы. Как люди привыкли и привыкают смотреть эти онлайн-курсы. И мы сказали, Лиде Аркадьевне, мы запишем все ваши уроки красивым дикторским голосом, так, чтобы в динамике, которая позволит пользователю не бросить голос. Лиде Аркадьевне сказал, нет, вы не понимаете моей тематики. Нужно иметь душу, которая понимает любого котенка. Я сама буду читать. И Лиде Аркадьевне начала читать. Даже люди, которые работают над курсом, ссыпают примерно через 30 секунд. Потому что она считает, что особая интонация должна донести до пользователя мыслей о величии этой идеи. Ну и, соответственно, она несет ее примерно так. Разумеется, пользователи в интернете воспринимают это несколько иначе. Лиде Аркадьевне, к примеру, любит делать паузы. И когда мы сказали, Лиде Аркадьевне, мы сейчас паузу вырежем, она сказала, вы с ума сошли. Вы безумны. Я же оставляю паузу, чтобы люди задумались. Там, хорошо, сказали мы. Раз люди должны задуматься, пусть задумаются. Но в интернете люди не терпят паузы, не терпят пустоты. Поэтому вероятность того, что они соскочат с этого урока, уйдут, она очень велика. Потому что когда ты смотришь на экран, и вдруг у тебя все замолкает на несколько секунд, причем паузы такие многое длинные, то возникают проблемы. Необходимо учитывать законы и правила создания онлайн-курсов и прислушиваться к мнению экспертов, прислушиваться к тем, кто вам рекомендует, и использовать эти знания. В противном случае может получиться так, что ваш курс не посмотрят. Хорошо, сказала лидерка. Будем делать, будем работать. Я прислушаюсь к вашему мнению, но все равно буду читать с выражением сама. И хочу так, как я желаю донести это. Хорошо, сказали мы, пожалуйста. После того, как курс создается, необходимо, она задает нам вопрос, где мне взять студента. Это вопрос номер 4, который мы с вами называем в самом начале. И возникает вопрос, что делать дальше. Ну, курс получился. Мы его разместили, мы определились, где это будет. Мы там, переспорив и обсудив с десятком людей, наконец-то пришли к какому-то пониманию, как будут выглядеть уроки. Но что делать дальше с курсом? Где наши студенты? Где нам их брать? Просто создание курса ничего вам не гарантирует. И даже если вы его выложите на одну из этих платформ для размещения улайн-курсов, который я вам показал, студенты к вам не придут. Для того, чтобы это случилось, они должны узнать о вашем курсе. Соответственно, вам необходимо заниматься продвижением. Поэтому, скорее всего, картина будет выглядеть вот так. Студентов просто-напросто не будет. И для того, чтобы они у вас появились, необходимо заниматься активным продвижением с использованием всех возможностей, всех ваших возможностей. Это могут быть сайты, социальные сети, это могут быть боты в Телеграме, все или рассылки в мессенджер, все, что только есть у вас под рукой. Сразу хочу сказать, что онлайн-курс это не продукт, который можно создать, запустить и забыть. Его придется постоянно развивать. И развивать, прежде всего, потому, что люди, которые будут приходить к вам на вашу учебную платформу, они будут задавать вопросы, оставлять комментарии и всячески взаимодействовать с вами. Так как платформы, куда мы размещаем онлайн-курсы, обладают такой возможностью, там есть разделы комментариев, есть разделы обсуждений, и ваши пользователи постоянно будут поставлять там свои заметки, возможно, и комментарии. И проблема заключается в том, кто должен заниматься развитием. Сразу хочу сказать, что необходимо назначать ответственного человека у себя в организации, кто будет следить за тем, что происходит у вас в пространстве онлайн-курса, кто будет отвечать на комментарии и взаимодействовать всячески со своими пользователями. Примерно вот так выглядит система привлечения пользователей и работы с ними на сайте, на курсе теплицы, как создавать и продвигать сайт. Мы видим, откуда люди приходят, с каких сайтов и так далее. А вот так выглядит система взаимодействия. Я взял старый, один из скриншотов с одной из лекций, и это только одна из форм взаимодействия. На них необходимо, на эти вопросы необходимо отвечать. Пользователь может оставить комментарий к лекции, пользователь может оставить комментарий непосредственно в общем обсуждении, и поверьте, там их довольно много. Со всем этим хозяйством, с аналитикой, с лекциями, с комментариями должен работать человек, то есть должен быть человек, который будет отслеживать, что там происходит. Это не означает, что надо заниматься там 8 часов каждый день. Нет, достаточно уделять несколько минут и там неделю или в день для того, чтобы смотреть и наблюдать, что держать руку на курсе. Ну и техническая поддержка. Курс, как и сайт, требует технической поддержки. Дополнения различные, изменения заданий, поправка каких-то лекций, перезагрузка лекций. А если вы возьмете, к примеру, платформу Canva, а это фактически такая стендалон платформа, то есть стоящая отдельно, то вам придется еще и заниматься поддержкой непосредственно технической. Если вы разместите все у них, есть такая возможность прямо к ним загрузить. Это одно. Но если вы решите установить вот эту Canva, которая вам показывала, как отдельный сайт себе, то вам потребуется еще и технический специалист, который будет заниматься всеми. Ну, не думаю, что это эффективно и нужно в условиях работы в некоммерческой организации, но технический специалист, ваш IT-специалист, который работает с сайтом, должен приглядывать за вашим онлайн-курсом. Я уж не говорю о бэкапах, о хранении всех этих данных, чтобы в случае, если что-то случилось с сайтом, вы могли курс быстро восстановить. Вот так вот прошел процесс создания курса Лидии Аркадьевны. После чего, конечно, хочется сказать, после создания одного из курсов хочется сказать, все, я ухожу из этого дела, никогда в жизни больше заниматься этим не буду, не хочу я больше общаться с бесконечным количеством людей. Казалось бы, на самом деле нет. Как только вы получаете первый результат первых студентов, первые отклики, а потом вторые, третьи, сотые отклики, у вас появляется мотивация. Вы видите, что все сделано не зря. Люди смотрят, они учатся, они оставляют вам отзывы о том, что вы сделали. И это очень сильно мотивирует. И это дает толчок для того, чтобы создавать курсы дальше, чтобы начинать делать что-то еще. И вы готовы двигаться в путь, получив неоценимый опыт в создании одного курса, поверьте, второй пройдет уже гораздо быстрее. И создадите вы его гораздо быстрее. И взаимодействие будет между, в команде будет несколько другое, уже на другом уровне. И поверьте, вам сразу же захочется создать что-то еще. Именно люди, именно пользователи, которые будут откликаться и оставлять свои отзывы на ваши курсы, будут давать вам вот эту вот энергию движения вперед. Ну что ж, сказала Лидия Аркадьевна, замечательно. Первый курс получился. Хочу создать второй. 15 способов, 15 способов воспитания котенка, которые сделают из него настоящего человека. Хорошо сказали мы, Лидия Аркадьевна, но вставайте в очередь. Ибо, к сожалению, пока окон нет. Вот таким образом, на примере, скажу так, вымышленной, Лидия Аркадьева, которым мы создали в Теплице, и на примере которой мы показываем, как создавать сайты, как создавать курсы, и многие другие, я попытался рассказать вам о довольно большой, конечно, и сейчас это было бегом, логистики создания онлайн-курса для некоммерческой организации. Под за каждым этим слайдом есть много деталей, много подробностей, о которых, если вы будете создавать курс, конечно же, вы узнаете. В случае, если вы займетесь созданием курса, если вы займетесь этим самостоятельно, вам придется освоить довольно много новых специальностей, начиная от базового дизайна, заканчивая записью аудио, видео, монтажом, монтаж, опять же, надо будет осваивать, работу в специальных программах, но могу сказать, что все это возможно. Я не буду говорить вам, что это легко, просто нет, это все требует времени, усилий, все это можно сделать, всему этому можно научиться, но это потребует от вас времени и усилий. Я не думаю, что в некоммерческих организациях есть время для того, чтобы у вас и так работы полно, для того, чтобы осваивать все эти технологии. Но, по крайней мере, создав один из онлайн-курсов, вы будете уже четко знать, что, как работает и каким образом все это можно запустить с пола-борода, по крайней мере, весь процесс. Большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok